Всем привет! Меня зовут Влада, а это проект «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что такое быстрое и осознанное чтение. Сегодня с вами поговорим об очень известном произведении «Отцы и дети». Известный роман «Отцы и дети», который всесторонне раскрыл острую проблему разницы между двумя поколениями, был написан Иваном Сергеевичем Тургеневым. Роман также повествует о противостоянии двух социально-политических направлений – либеральных дворян и демократов. Произведение не теряет своей актуальности и сейчас, поэтому очень активно изучается в учебных заведениях. Ну и как обычно, вы узнаете кратко содержание романа, описание главных героев и описание произведения по главам. Но если вы хотите узнать больше информации об этом произведении, то переходите на наш сайт, там есть много чего интересного, описания, иллюстрации. Также вы сможете пройти тест на знание романа и понять, насколько хорошо вы усвоили материал. Действие в романе происходит весной 1859 года, то есть накануне крестьянской реформы 1961 года. Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов приезжают в Марино и некоторое время гостят у отца и дяди Аркадия. Напряженные отношения со старшими Кирсановыми заставляют Базарова покинуть Марино и отправиться в губернский город. Аркадий едет вместе с ним. Базаров с Аркадием проводят время в компании прогрессивной молодежи Сытникова и Кукшиной. Затем на балу у губернатора знакомится с Анной Одинцовой. Базаров с Аркадием едут в Никольское имение Одинцовой. В городе остается уязвленное имя госпожа Кукшина. Базаров и Аркадий, увлеченные Одинцовой, проводят некоторое время в Никольском. После неудачного объяснения любви, испугавший Одинцова Базаров вынужден уехать. Он едет к своим родителям и вместе с ним едет Аркадий. Устав от проявления родительской любви, Базаров вместе с Аркадием снова уезжают в Марьино. По дороге не случайно заезжают в Никольское, но встретив холодный прием, продолжают свою поездку. Некоторое время Базаров живет в Марьино. Нахлынувший порыв страсти Евгения выплескивается в поцелуй с Фенечкой. Матерью внебрачного сына Николая Петровича Кирсанова. И именно из-за нее Базаров стреляется на дуэли с Павлом Петровичем. Аркадий, возвратившись в Марьино, один уезжает в Никольское и остается у Одинцовой. Он все больше и больше увлекается ее сестрой Катей. Окончательно испортив отношения со старшими Кирсановыми, Базаров тоже отправляется в Никольское. Базаров извиняется перед Одинцовой за свои чувства. Она принимает его извинения. Аркадий объясняется Кате в любви. Попрощавшись навсегда с Аркадием, Базаров возвращается к своим родителям. Живя у родителей, Базаров помогает отцу лечить больных и умирает от заражения крови. Перед смертью он последний раз видится с Одинцовой, который приезжает по его просьбе. Аркадий Кирсанов женится на Кате, а Николай Петрович на фенечке. Павел Петрович навсегда уезжает за границу. Это был очень краткий пересказ, а теперь давайте перейдем к главным персонажам. Базаров Евгений, один из главных персонажей произведения, придерживается нигилизма, заканчивает обучение на врача, отличается самоуверенностью и резкими суждениями. Аркадий Кирсанов, закончивший университет студент, который приехал к родителям. Он старается подражать поведению и образу Базарова, но к концу произведения меняет свою точку зрения. Отец Аркадия – это овдовевший владелец имения, который живет с молодой девушкой по имени Фенечка. У них есть маленький сын, мужчина не очень хорошо справляется с хозяйством, мечтательный и любит различные виды искусства. Дядя Аркадия – аристократ, который раньше служил в звании капитана, но ради любви оставил службу, старший брат Николая. Локтева Катя – молодая девушка, замкнутая, недоверчивая, которая в конечном итоге выходит замуж за Аркадия Кирсанова. Одинцова Анна Сергеевна – богатая вдова, проявляющая благосклонность к Базарову, однако не желающая потерять собственное спокойствие в жизни, имеет младшую сестру Катю. Евдоксия Кокшина – самоуверенная, неопрятная девушка, с которой знакомятся Аркадий и Евгений. Отец Евгения – бывший военный хирург, который занимается лечением селян, он очень любит своего сына. Матушка Евгения – очень религиозная и суеверная женщина, которая боготворит сына и готова сделать ради него все, что угодно. Виктор Сытников – ученик Евгения, не блещущий умом, но считающий себя продолжением дела Базарова. Фенечка – молодая девушка, имеющая сына от Николая Петровича, экономка. Матвей Калязин, приехавший в город Ченони, к которому было поручено разобраться с проблемами губернатора. Глава первая. Роман начинается со сцены, когда живущий в своем имении вдовец Николай Петрович Кирсанов встречает своего сына Аркадия, который закончил университет. Отец Аркадия был сыном военного, имел брата Павла. Они должны были стать хорошими военными, но в юношестве Николай сломал ногу и остался хромым. Вместо военной службы Николай Петрович получил высшее образование. Вскоре после этого его родители скончались практически в одно время. Через какое-то время Николай Петрович женился по любви, и они вместе с супругой переехали в родовое имение. Там у них родился сын Аркадий, но спустя 10 лет жена Николая умирает. Глава вторая. Отец и сын были рады встречи, они обнялись, поцеловались, но Николай Петрович был немного чем-то встревожен. Аркадий предстал ему своего нового приятеля Евгения Базарова, которого он пригласил в гости на некоторое время. Молодой человек с задержкой и ленью подал руку Николаю и поздоровался. Базаров высокий и худой, одет неброско, но глаза у него умные, светло-зеленого оттенка. Глава третья. По дороге к имению Николай рассказывает последние новости, а Аркадий более подробно рассказывает о Базарове. Он студент естественных медицинских наук, заканчивает университет в следующем году и желает быть врачом. В пути Аркадия какое-то время волнуют мысли о нищете и изматывающей работе крепостных, однако он очень быстро отвлекается. Николай Петрович радостно строит планы об их времяпровождении, но тут Базаров перебивает его и просит Аркадия прикурить. Оба молодых человека закуривают, а Николай Петрович лишь старается уклониться от дыма, но при этом молчит. Глава четвертая. По возвращению домой их встречает старый слуга, который целует руки Аркадию. Затем показывается Павел Петрович, брат Николая. Он радостно приветствует Аркадия и не очень радостно приветствует Базарова. За ужином царит неловкая атмосфера, потому что Аркадий не знает, как себя вести и выпивает больше, чем он хотел. После этого Аркадий разговаривает с Базаровым, который говорит, что его отец приятный человек, но при этом не очень хорошо отзывается о его дяде. Аркадий пытается защищать дядю, но все безуспешно, после чего они расходятся по своим комнатам. Глава пятая. Ранним утром, когда все еще спят, Базаров пошел собирать лягушек, которых он будет использовать для своих опытов. Николай Петрович с сыном пьют чай, и тот передает извинения Фенечке, что она не вышла разливать напитки из-за того, что не очень хорошо себя чувствует. Аркадий отмечает, что видимо она смущается его и из-за этого не выходит из комнаты, но в свою очередь он бы не хотел смущать отца и полностью доверяет его выбору. Поэтому он идет сам поговорить с Фенечкой и обратно возвращается с улыбкой, потому что рад, что у него есть младший братик. На террасе появляется Павел, который интересуется другом племянника. Аркадий говорит, что Евгений относится к нигилистическому направлению. Когда Евгений грязный возвращается с лягушками в мешке, Павел пытается над ним подшутить. Шестая глава. Базаров вышел к завтраку, где Павел Петрович просто завалил его вопросами о нигилизме. Евгений отвечал неохотно, что считает полезными только прикладные науки, не считает нужными поэтов или другие виды искусства. Павел возражал ему, но потом попытался узнать подробно о принципах молодого человека. Но на эту тему Базаров не захотел говорить и резко осадил дядю Аркадия. Кирсанову не понравилось, как Евгений ведет себя по отношению к его дяде, у которого была сложная жизнь. Он решил, что если посвятит Базарова в детали, тот проникнется, поэтому он начал рассказывать историю Павла. Глава 7. Павел Петрович готовился к успешной карьере военного, получил капитанское звание и был весьма оживленным молодым человеком. В один момент он встретил княгиню, которая прекрасно одевалась, умела себя подать, а по ночам плакала и молилась, чтобы на утро вновь грациозно выйти в свет. Павел Петрович влюбился в нее и смог ее добиться. Со временем его любовь только усилилась, а вот княгиня к нему очень сильно охладела. Из-за нее он оставил воинскую службу и уехал в другую страну, где на месяц снова смог разжечь чувства, но потом она тихо сбежала от него. Через время Павел Петрович возвращается в Россию и узнает о ее смерти. Примерно в это же время Николай также лишается жены. Они съезжаются вместе и теперь Павел становится замкнутым и предпочитает общество книг. Глава 8. Павел отправляется к Фенечке. Та его немного побаивается, но Павел ведет себя доброжелательно и просит показать ребенка. Фенечка радостно приносит Митю и они болтают о нем до тех пор, пока не приходит Николай. Он радуется, что брат и любимая достигли понимания. Фенечка была дочерью прошлой экономки, которая умерла от холеры. Они переехали в поместье по предложению Николая Петровича. Долгое время он практически не видел девушку, которая была очень тихой и скромной и попадалась на глаза только в церкви. Но однажды мать Фенечки попросила Николая помочь с ожогом глаза, который девушка заработала, разжигая камин. После этого Николай Петрович очень долго вспоминал красивое личико Фенечки. После смерти ее матери у них все сложилось само по себе. Глава 9. Базара встречает в саду Фенечку с ее сыном Митей. Он на удивление хорошо ладит с малышом, осматривает его и проявляет себя как квалифицированного врача. Аркадий же замечает, что не одобряет действия своего отца, потому что тот связал себя узами брака с девушкой. Базаров с Аркадием рассуждают о нигилизме, пока не слышат игру на виолончели из дома. Это играет отец Аркадия. Глава 10. Постепенно жизнь в поместье входит в колею. Все привыкают к Базарову и его опытам, но неприязнь Павла Петровича и Базарова со временем только накаляется. Однажды Николай Петрович подслушивает, как Базаров говорит Аркадию, что песенка его отца уже спета. Его это очень сильно расстраивает и он жалуется брату. Павел в ярости ищет повода для скандала. Вечером в беседе Базаров неприязненно отзывается об аристократии, что дает Павлу Петровичу повод для ссоры. Они спорят о молодом поколении, которое может только отрицать и разрушать. Евгений возражает. Для того, чтобы строить, сначала нужно расчистить место. Аркадий принимает сторону Базарова. После их ухода Николай Петрович вспоминает, как он ссорился со своей матерью из-за разницы поколений. Глава 11. Николай Петрович предается мечтаниям о своей жене, но в этот момент его окликает Фенечка. Но не в силах вернуться домой, он гуляет по торпинкам, где встречает своего брата. Тот спрашивает, все ли у него в порядке, ведь Николай почти плачет. Николай объясняет свое состояние и уходит. Павел Петрович тоже задумывается о жизни, но не мечтает, потому что он просто-напросто не умеет. Базарова в это время напоминает Аркадию, что их приглашал в город чиновник Калязин. Они отправляются вдвоем. Молодежь в поместье жалеет об их отъезде, а вот старики вздыхают с облегчением. Глава 12. Калязин был прислан в город разобраться с ситуацией, так как таможник-губернатор был человеком молодым и напористым, и у него постоянно случались какие-то стычки. Он относится к Аркадию благосклонно, жалеет, что не приехал его отец и дядя, приглашает на бал и советует наведаться к губернатору. Евгений и Аркадий идут к губернатору, который тоже приглашает их на бал. Возвращаясь от него, молодые люди встречают Сытникова, ученика и приятеля Базарова. Тот приглашает их на завтрак к умной и рассудительной Евдоксии Кукшиной. Глава 13. Евдоксия Кукшина производила не самое лучшее впечатление, хоть и была умной, имела завышенное самомнение. За завтраком они сидели долго и выпили несколько бутылок шампанского. Сытников с Кукшиной болтали просто безумку, но когда пьяневшая девушка села за пианино и начала петь, Базаров с Аркадием встали и просто ушли. Сытников побежал за ними. Глава 14. Через несколько дней состоялся бал, на котором Сытников познакомила Аркадия с 28-летней Анной Одинцовой. Она была рада знакомству, танцевала и общалась с ним. Кирсанов был очарован, но чувствовал себя ребенком перед ней. Постепенно ее спокойствие передалось ему и он стал более раскрепощенным. Одинцова спросила про Базарова и Аркадий очень страстно начал про него рассказывать, чем очень заинтересовал женщину. Она пригласила обоих молодых человек в гостиницу. Глава 15. Анна Одинцова была вдовой от богатого мужа, который в свое время практически спас ее от бедности. У нее была младшая сестра, а родители давно умерли. Базаров при встрече с Одинцовой вел себя очень смущенно и изо всех сил пытался ее заинтересовать. Рассказывал о медицине, ботанике и так далее. Одинцова сначала неприятно удивилась поведению Базарова, но потом поняла, что он просто смущается. Она пригласила обоих молодых людей в Никольское. Базаров предложил Аркадию отправиться туда послезавтра и заодно навестить его родителей, которые живут недалеко. Глава 16. В поместье Одинцовой молодые люди познакомились с ее сестрой Катей. Она была очень недоверчивой и замкнутой, но при этом хороша собой. Утром Евгений и Анна отправились на прогулку, с которой вернулись в полной рассеянности. Аркадий, оставшийся на это время с Катей, не мог дождаться возвращения старшей Одинцовой и был крайне удивлен поведением обоих людей. Глава 17. Аркадий с Базаровым провели уже 15 дней в Никольском. Базаров сблизился с Анной, а Аркадий считает, что влюблен в нее, хоть и сблизился с Екатериной. Кирсанов с младшей сестрой княгини были друзьями. В итоге Базаров резко решил уехать к родителям и Анну это очень обеспокоило. Анна попыталась намекнуть ему на сближение отношений, но Евгений просто ушел. Глава 18. На следующий день Анна с Базаровым снова обсуждали его отъезд. Одинцова заставила его признаться в своих чувствах. Евгений попытался обнять женщину, но та его оттолкнула и еще долго думала о случившемся. Она сама поняла, что довела ситуацию до черты, но заглянув за нее, она осознала, что ее спокойствие ей дороже. Базаров спросил у нее, нужно ли ему приезжать, на что Анна ответила, что они просто неправильно друг друга поняли. Глава 19. Вечером Базаров отозвал Анну в сторону и спросил, могла бы она полюбить его когда-нибудь в ответ. Одинцова поняла, что она боится этого человека и весь вечер не отходила от своей сестры. В этот же день Базаров сказал Аркадию, что уезжает и тот решил уехать вместе с ним. Глава 20. Родители Евгения встретили своего сына очень радушно. Мама постоянно плакала, а отец не отходил от сына ни на секунду. За трапезой Арина Власьевна, мать Евгения, абсолютно не обращала внимания на Аркадия и постоянно смотрела только на своего сына. Она была очень суеверной и наборной женщиной. Своего сына она одновременно и боялась, и боготворила. Глава 21. На следующий день Аркадий с Евгением беседовали лежа в саду. Евгений соглашался с мнением Аркадия, что его родители замечательные, но отметил, что жить как отцы это скучно. В ходе беседы про отношения к людям Евгений обозвал дядю Аркадия идиотом. Дело дошло практически до драки, но ситуацию спас отец Евгения. В этот же день Аркадий обыграл Базарова в карты, после чего тот заявил, что завтра они уезжают. Кирсанов отметил, что это очень расстроит его родителей. Глава 22. Отъезд сына очень опечалил его родителей. Тем временем Аркадий и Евгений по пути в Марина решили навестить княгиню Анну и ее сестру. Катя не выходила к ним по состоянию здоровья и Аркадий понял, что хотел бы ее видеть не меньше, чем княгиню Анну. После визита к княгине молодые люди вернулись в имение Кирсанова. Евгений вернулся к своим исследованиям, а Аркадий внезапно осознал, что хочет наведаться в Никольское и уехал. Там он встретился с Катей и отправился с ней в сад. Глава 23. Правдив приятеля, Евгений продолжил свои опыты. Отношения между ним и братом Николая не наладились, хотя тот иногда присутствовал при его экспериментах. Базаров очень сблизился с Фенечкой, которой тоже очень понравился молодой человек. Они много беседовали и Фенечка чувствовала себя с ним более свободнее, чем с Николаем. Однажды Евгений застал девушку в беседке и после долгих разговоров он ее поцеловал. Сцену поцелуя застал Павел, но ничего не сказал своему брату. Глава 24. Через несколько часов после сцены в саду Павел Петрович вызывает на дуэль Базарова. На дуэли Евгений ранил Павла в ногу и оставил это действие, сказав, что теперь он врач, а не дуэлянт. Когда Павел Петрович проснулся, он увидел перед собой Фенечку. Он спросил у нее, любит ли она Николая. Она ответила утвердительно и сказала, что не виновата в ситуации, которая произошла в беседке. Тогда Павел Петрович расплакался и сказал, чтобы она всегда была верна его брату. После этого он велел Николаю Петровичу жениться на девушке. Тот очень обрадовался, потому что не делал этого только из-за того, что его брат был против неравных браков. Катя и Аркадий близко общались в саду. Затем в поместье объявился Базаров, чем испугал Аркадия, который подумал, что дома что-то случилось. Базаров рассказал Аркадию о дуэли и предложил разъехаться. Аркадий, к удивлению Базарова, расстроился. Базарова приняла Анна, которую он заверил, что он все понял, сделал выводы и никогда не повторит былых ошибок. Они остались хорошими друзьями, хоть Анна и чувствовала некую неловкость, находясь рядом с молодым человеком. Глава 26. Катя и Аркадий проводили много времени вместе и Аркадий пытался объясниться в своих чувствах. В этот же момент они услышали беседу Евгения и Анны. Евгения говорила, что они друг другу не подходят и ей нравится Аркадий. Когда они ушли, Кирсанов попросил руки у Кати и та с радостью согласилась. Аркадий попрощался с Базаровым и уехал в Марина, чтобы рассказать о новости отцу и дяде. Глава 27. Базаров вернулся к родителям и сначала полностью погрузился в исследование. Однако работа быстро наскучила ему и он начал проводить время в обществе. Затем он нашел свое призвание и начал помогать отцу лечить сельских. Однажды к ним обратился мужчина, больной Тифом. Однако помочь ему было нельзя и он скончался. При вскрытии Базаров поранил палец и заразился Тифом. Какое-то время они с отцом скрывали это от матери. Понимая, что умирает, Евгений как может утешать своих родителей и просит написать Ане Одинцовой. Та сразу же приехала и привезла с собой врача, но тот сказал, что пациент безнадежен. Анна с Евгением прощаются. Затем Базаров уснул и уже не проснулся. Родители убиты горем. Глава 28. Через полгода в поместье Марина вовсю шли приготовления к двум свадьбам. Аркадия и Катя, Фенечки и Николая Петровича. Все собрались за одним столом и чувствовали себя хорошо. Павел скоро собирался в Москву, поэтому они выпили за его скорое возвращение. Затем Аркадий и Катя тихо выпили за Евгения Базарова. Через время Анна Одинцова вышла замуж. Аркадий переехал к своему отцу, занялся хозяйством, из-за чего дела пошли на лад. У Кати появился сын Коля. Павел Петрович живет в Дрездене. Также за границей живет Кукшина, которая активно занимается архитектурой. К одной могиле на сельском кладбище часто приходит старик со старушкой, долго молятся и плачут. Они считают, что так они будут ближе к своему сыну. Это могила Евгения Базарова. Ну что ж, я надеюсь, теперь вы знаете содержание романа «Отцы и дети». Если вы хотите узнать больше информации об этом произведении, то заходите на наш сайт, там есть много чего интересного. Также, если у вас есть какой-то вопрос об этой книге, то оставляйте его на нашем сайте и вам обязательно ответят. Если вы хотите первыми получать уведомления о выходе наших видео, то подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме. Там есть много очень интересной информации и много классных розыгрышей, поэтому принимайте тоже в них участие. Спасибо вам большое за просмотр, а мы увидимся в следующем видео. Пока!